Всем привет! С вами Олеся Селезнева. Очень часто меня спрашивают, почему я ушла из одной сетевой компании и начала бизнес с компанией Армель. Почему именно Армель? Почему эта компания? Вы знаете, на самом деле уже есть доводы, которые я озвучивала в предыдущих своих видео. Вы можете видео пересмотреть, где я даю ответ на этот вопрос. Но вчера так сложились обстоятельства в моей жизни, что я еще раз убедилась, что я все-таки правильно сменила инструмент для зарабатывания денег. Это было еще одним фактом, плюсом. То есть это еще один факт из моей жизни, который, возможно, кто-то из вас тоже не знает. Я понимаю, что есть определенные условия, в которых мы приходим в компанию. Их можно и нужно читать, не виня никого, что мне там не сказали, не предупредили. Но есть факты, которые остаются фактами. И я всегда эти факты говорю. И вот вчера был случай, когда я хотела сделать себе заказ, потому что у меня что-то закончилось из продукции. А продукцию Mary Kay я очень люблю. И я еще все-таки как бы действующий консультант нетерминированный, да, потому что люблю очень компанию, не собираюсь из нее никуда уходить. И я захотела сделать себе заказ, побаловать себя классной косметикой. Захожу в свой личный кабинет Mary Kay In Touch и вижу, что у меня нет команды. Да, она у меня была уже небольшая, потому что, когда я, скажем так, сменила статус лидера бизнес-группы на просто консультанта, вся моя глубина ушла к моему старшему лидеру. Хорошо это или плохо, судить не мне, судить не вам, это такой маркетинг, да, это происходит так. Так, осталась моя первая линия. За время своего активного движения в Mary Kay у меня в команде было 40 человек, и почти все они были лично мною приведены, то есть глубина у меня была небольшая. Да, когда шло время, да, кто-то терминировался, потому что кто-то приходил просто на пользование, на бизнес было людей мало, но тем не менее человек 5-10 оставалось. Время от времени эти люди проявляли активность. Да, я понимала, что мне заказы делать не нужны, потому что у меня есть большой склад, смысл мне опять делать, да, но вот настал тот момент, когда я решила, что мне надо. Захожу, команды нет. Честно говоря, я за полтора года ни на одном собрании, ни на одной какой-то встрече, в семинаре не слышала такого правила, что если я в течение 6 месяцев не проявляю активность, я теряю свою команду, а еще через 6 месяцев я терминируюсь. Всем известно правило, что если ты год не делаешь заказ, тебя просто терминируют, да, но что ты теряешь команду полностью, такого факта я, ну, не встречала. Опять же, никого не виню, это такой маркетинг компании, но это говорит о том, как все-таки глубоко нужно изучать, да, то дело, которое мы начинаем делать, потому что, как говорил Генри Форд, заберите у меня все, все фабрики, все заводы, оставьте мне мою команду, я с нуля стану миллионером. А вот в сетевом самое важное это команда, да, и получается, что человек может год-два там нарабатывать себе команду, а пока и по каким-то причинам, ну, какое-то время не делать заказы, я не говорю о получении комиссии, да, конечно, чтобы получать оборот со структурой, мы должны проявлять активность, и в каждой компании она есть, и это совершенно нормально, но о том, что человек теряет команду, я написала письмо в компанию, мне ответили, рекомендую вам начать все сначала. А все мои люди перешли к большинствующему лидеру, и бизнес у нее растет. И вот что я подумала, да, сейчас очень много есть людей, которые пришли, ну, допустим, там 10, 15, 20 лет назад в бизнес, и сейчас они находятся в зоне комфорта, то есть они не стараются привлекать в свою первую линию людей, работают больше с глубиной, да, это тоже нормально, это факт, который имеет место быть. Но при такой позиции, да, лидерам даже, ну, наверное, выгодно, интересно, чтобы люди теряли какие-то квалификации, потому что, в принципе, люди переходят им, да, и они не прикладывая усилий, получается, ну, выплывают, да, на этом объеме. Хотя все данные, конечно же, есть в личном кабинете, и если относиться к человеку как к личности, а не как к инструменту такое потребительское отношение, да, человека можно предупредить, потому что есть секретарь, есть отслеживание, и когда дело касается, там, базовых единиц, мне всегда звонили и говорили, что вот если ты не сделаешь такой-то заказ, ты там вылетишь из программы постоянства, тебе нужно сделать, там, не хватает 5 базовых единиц или там сколько-то, да, неважно, но об этом предупреждалось. Здесь абсолютно меня не предупредили, ну, потому что, потому что люди перешли, и все. Друзья, я не в обиде, у меня все замечательно, все великолепно, я просто вчера еще раз поняла, что я сделала правильный выбор, что инструмент, на котором мы зарабатываем деньги, очень важен. Важен продукт, важен сам рынок, насколько он занят, да, важна команда, и важно отношение вашего вышестоящего спонсора. Вот сейчас в нашей команде Number One, Вармель, это все есть. Есть отличная платформа, приходят люди, которые устали быть долго в компании и не получать результат, которые действительно хотят результат. Поэтому я желаю вам роста в любом случае, где бы вы ни находились, в какой компании, в каком месте. Желаю комфорта, желаю иметь большое видение, которое вам поможет достичь результата. И внимательно читайте условия договора с той компанией, с которой вы сотрудничаете. Всем до связи, всем пока. И помните, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. До следующих видео. Всех люблю, всех целую, пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!